МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Детство – это самое беззаботное время, когда все эмоции ребенка настоящие. И у детей с особенностями такие же эмоции. Искренне улыбаются, искренне радуются, плачут. Они ничем не отличаются от остальных детей. Мы, педагоги, хотим показать взрослым, что все дети, вне зависимости от каких-то нарушений, имеют право на достойное образование и достойное отношение в обществе. И доказать нам это под силу. Учитель-дефектолог – не только сложная профессия, но и очень интересная. Потому что каждый ребенок – это ребус. Мы должны найти ключик, чтобы его разгадать. Я Ледовская Юлия Васильевна, учитель-дефектолог средней школы номер 52 города Минска. Особенные дети нуждаются в нас. И наша задача – подготовить их к самостоятельной жизни. Сегодня в интегрированном обучении создана новая модель образования. По сравнению с той, которая была раньше, ребенок с особенностями не мог обучаться в общеобразовательных школах, в детских дошкольных учреждениях вместе со своими сверстниками. Сейчас обновленная система интегрированного образования включает этих деток в общеобразовательную систему. Наша школа номер 52 находится в Каменной горке. Школа очень молодая, но перспективная. В ней обучается свыше 2000 детей. Также среди этих деток есть дети с особенностями в развитии. У них такие заключения, как трудности в обучении, тяжелое нарушение речи и расстройство аутистического спектра. Здравствуйте, ребята! Улыбнемся друг к другу. Пожелаем добрый час! Дети с особенностями у нас обучаются в отдельных классах с учителем-дефектологом. Изучают такие дисциплины, как математика, русский язык, русская литература, человек и мир. Остальные дисциплины они изучают в общеобразовательных классах. Тем самым они постепенно интегрируются в общеобразовательную систему. У детей с особенностями своя программа и свой образовательный маршрут. У них отличаются учебники, темы могут перекликаться, но задания упрощены. Мы обучаем этих детей социально-бытовому ориентированию. Ухаживать за собой, следить за внешним видом, правильно пользоваться столовыми приборами. Для того, чтобы в будущем они самостоятельно могли себя обслуживать. Классы интеграции – это такой уникальный бонус от государства, где ребята с особенностями психофизического развития абсолютно на безвозмездной основе получают специальное образование достаточно высокого качества. Иногда у нас с одним ребенком занимаются сразу три специалиста. То есть сидит тьютер, учитель-дефектолог и приходит еще педагог-психолог, когда ребенку нужна помощь. И это оправдано. Мы видим, что дети выходят в норму и переходят потом в обычные классы. Важно, чтобы воспитатель индивидуального сопровождения включился в работу с ребенком намного раньше, чем школа. То есть где-то вот на последнем этапе дошкольного обучения, чтобы он с ним заранее познакомился. Он помогает ребенку на каждом этапе урока. Он сопровождает его в столовой, на спортивных мероприятиях, в гардероб, вплоть до встречи с родителем. Некоторые дети с утра приходят в не очень хорошем настроении. Нужно спросить у родителей, встретить их, спросить, в чем дело, успокоить ребенка, настроить на учебный лад и начинать урок. Для детей с расстройствами аутистического спектра созданы специальные безопасные условия. Это и парты с закругленными углами, мягкая мебель и место для снятия ненужных эмоций. За каждым ребенком закреплен воспитатель индивидуального сопровождения, и ребенок знакомится с ним еще до школы. На уроках также является важным элементом таймеры, где ребенок видит, сколько осталось до конца урока. Очень сложно даются уроки, они неусидчивы, поэтому таймеры очень помогают им понимать, сколько осталось до конца урока. Если это математика, мы обязательно проверяем домашнее задание, спрашиваю у детей, какие трудности возникали при выполнении домашних заданий. На уроках русского языка мы с детьми изучаем такие темы, как главные члены предложения, учимся правильно их подчеркивать, находить их в текстах наших, в предложениях. Также изучаем слова с однозначным значением, с противоположными значениями. Читаем медленно, как черепаха. Громко. Хорошо, отлично. А теперь сорока, Полина. Ну-ка, громко, быстро. Слова одинаковые или близкие до значения, но разные по звучанию и написанию. Называется синонимом. Так, умничка. Эти детки неусидчивы, поэтому первый этап урока мы проводим в кабинете, а второй этап урока меняем дислокацию. Мы пользуем рекреацией нашей школы. Это такие уникальные помещения, которые оборудованы для помощи этим деткам. Я, Антонин, к слову, лето, в шубу снежную одета, молодец. Вот люблю мороз сама, потому что я... Ленивый, жестокий, вежливый, злой, грубый, гуманный, лживый, правдивый и прилежный. Каким должен быть человек? Давайте мы слева колоночку все эти качества прикрепим, а справа, каким не должен быть человек. Покажи, Полина, слово ребятам. Ребята, кто такой гуманный? Кто знает, что обозначает это слово? Речь ребенка находится на кончиках пальцев. И чем чаще и больше дети занимаются тактильно, с какими-либо пособиями, предметами, тем им легче усваивать, тем им легче запоминать какой-либо материал. На каждом уроке стараемся использовать наглядные пособия, которые мы делаем своими руками. Эти пособия помогают ребенку закрепить данный материал. Нашему зайке нужно пройти, спрятаться под кустик, потому что за ним охотится волк. Посмотрите, сколько препятствий у зайки на пути. И пенек, и камни, да? Сейчас мы с вами поможем зайке пробраться под кустик, да? Изначально я вам раздам фишечки, и мы с вами проработаем путь зайчика на бумажных фишечках. Потом мы его запрограммируем в нашей программе. Что сейчас сделал зайка? Повернулся куда? Полина, в какую сторону? На... налево. Профессия учителя-дефектолога сейчас очень востребована, так как количество детей с особенностями психофизического развития с каждым годом растет. Мы взаимодействуем с колледжами педагогическими. К нам приходят на практику студенты, которые посещают наши учебные занятия, обучаются у нас, задают очень много вопросов по итогу занятий, также включаются в занятия обязательно, в различные мероприятия. Нашим девочкам это очень нравится. Я очень рада, что очень много мотивированных студентов, будущих педагогов придут в нашу школу. Детьми, у которых в заключении тяжелое нарушение речи, мы занимаемся индивидуально. Какая пара у нас с тобой сегодня? Посмотри. Б, Б. Б, Б. Давай с тобой опишем. Звук Б. Он звонкий либо глухой? Б. Конечно. Звон. Конечно, вставляй пересутат в уходке. Давайте помогу. Вот. Сейчас мы с тобой подберем слова, звучные по написанию. У меня есть даже картинки для твоей помощи. Да? Какую первую пару слов мы можем с тобой составить? Можно я оставить? Показать. Ну, давай, что это за слово? Почка. В кабинете оборудовано специальное место с зеркалом, и все принадлежности для постановки и автоматизации звука. Руки. Руки. Так. Где находится звук? Для того, чтобы красиво говорить, да, нужно нам размять наш язычок. Итак, первое упражнение – заборчик. Тянем, молодец, тянем губки. Ага, покажи, какой красивый у тебя заборчик. Подняли язычок кверху на солнышко, тянем, тянем. Посмотрел язычок на солнышко, вниз на травку. Вверх на солнышко, вниз на травку. А в домике, в домике есть у язычка часики. И тикают тик-так. Угу. Делаем-делаем тик-так. Учитель-дефектолог вместе с ребенком сидит у зеркала и показывает ребенку артикуляционную гимнастику. Ребенок, смотря в зеркало, видит и себя, и учителя. Тем самым он правильно старается повторять все движения. Ра! Криво! Еще, хорошо, умничка. У детей с расстройствами психического развития бывают особенности поведения. Они могут кричать, могут плакать, могут громко смеяться. И чтобы успокоить этих детей, нужно немножко их изолировать, где-то приобнять, где-то объяснить. Постоянно на уроках стараюсь использовать игровые ситуации, сюрпризные моменты, так как это очень нравится нашим детям. Тянут-потянут, а вытянуть не могут. Позвала жучка Мурку. Где Мурка? Поищи. Где кошечка? Вот она, молодец. Бабка за детку, детка за репку. Тянут-потянут, тянут-потянут. Вставай, вставай. И вытянули репку. Какая у нас репка такая большая. Молодец, умничка. В сенсорной комнате у нас находится сухой бассейн, дождик, свистающий с потолка, мягкая мебель, где дети не только могут продолжить урок учебный, но также отдохнуть от социального взаимодействия, расслабиться и помолчать. Очень важно социализировать детей с особенностями, к взаимодействию с обычными детьми. Но также важно взаимодействие обычных детей с детьми с особенностями. Чтобы эти дети учились терпимости, толерантности. Ведь наши детки с особенностями, они закончат школу и пойдут в общество, в то общество, в котором будут присутствовать и дети из обычных общеобразовательных классов. Чем раньше эти дети познакомятся, тем лучше и качественнее сложатся их взаимоотношения в будущем. Руки не пускаем, корабль не разрывается. Если я говорю в кармарах, сходимся, хорошо? Да. Ну что, готовы? Да. Не слышу, готовы? Да. Когда взяли ручки... Да. Приблизительно. Шаги. И поехали, Арина. У нас корабль здоровья. Соропыта. Готовы? Пошли, право руля. Да, право. Пошли, право руля. Для формирования коммуникации, взаимодействия у детей с расстройством аутистического спектра важно их включать в различные мероприятия. Театральные постановки, праздники, Спартландии, концерты. Постоянно требуется повтор, контроль. Нужно выучить каждую роль. Нужно выучить стихотворение, песню. А зачастую этим деткам намного сложнее выполнить это задание. Но нам на помощь приходят воспитатели индивидуальных сопровождений. Какой детка я, и здесь проводится я, я. А мышке никто не ответил. И стала пожить мышка одна. Бежала мимо лягушка-квакушка. Я лягушка-квакушка. Пустите меня к себе жить. Когда к нам приходят дети в класс, дети с особенностями психофизического развития, то в классе перестают на них обращать внимание буквально через месяц. У детей все гораздо проще. Они их принимают в свой коллектив. Они сразу понимают, как надо общаться, вырабатывают какую-то свою модель поведения. Очень часто мы замечаем, что ребята помогают этим детям, например, дойти в буфет, завязать шнурки, найти портфель, проводить в какую-то санитарную комнату, проводить на урок физкультуры. В нашей школе уделяется большое внимание физическому развитию детей с особенностями. Это такие занятия, как физкультура, занятия в бассейне, занятия в тренажерных залах. Физические упражнения в воде помогают ребенку развивать концентрацию, внимание, мышечный тонус. Они помогают разгрузить эмоциональную систему в конце учебного дня ребенка. Также занятия эти помогают увидеть в них способности, которым можно в будущем развивать. Кроме того, что мы используем рекреации, кабинеты учебные, мы также закрепляем материал и на улице. Хорошую погоду. У нас сегодня нам повезло, солнышко. И какую тему мы сейчас проходим с вами? По солнцу. По солнцу, правильно. Какие стороны, ну-ка, напомните, мы какие? Север, юг, запад, восток. Хорошо. И как мы с вами сориентируемся на солнышке? Мы должны что сделать? Повернуться. Да. Если мы видим тень перед собой? Значит, там север. Значит, там север. Хорошо. Если я повернусь в противоположную сторону, что будет там? Юг. Солнышко на Стеше свечет, тепло Стеше. В какой это стороне, Стеша? Птички улетают. Куда? На юг, конечно. Мы хотим, чтобы наши родители знали и видели, что чем раньше они обратятся к специалистам, тем раньше получится социализировать и адаптировать ребенка. Часто бывает в общеобразовательных классах, когда ребенок уже сел в первый класс, учитель замечает, что у ребенка есть какие-то особенности в развитии. И очень важно донести информацию родителям достаточно спокойно, грамотно, чтобы он обратился к психологу, к дефектологам, к невропатологам и другим специалистам. Это не говорит о том, что родители или там до нас, до школы с ними не занимались. Просто вот в дошкольном образовании три года, возможно, для этого ребенка было мало. Благодаря ранней диагностике и нашей помощи мы после пятилетнего срока обучения в большинстве случаев отправляем своих детей в общеобразовательные классы. И наблюдая дальше за этими детьми, мы видим, что у них положительная динамика в обучении и в развитии. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ То есть команда не срабатывает, получается, мы возвращаемся обратно и начинаем проходить этот этап заново. Но когда этот этап преодолевается, это, конечно, просто какие-то незабываемые эмоции, это гордость за себя, за своего ребенка. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И у нее более-менее картина хороша, умничка, списывает. Ну, конечно же, при помощи Екатерины Николаевны немножко, да, отвлекается часто. Ну, вы же сами знаете, что... Ну, нам нужен тьютер, да. То есть без тьютера работа вообще не будет налажена. Потому что она выходит, да, как-то, как говорится, из своих мыслей, влетает, и ее очень тяжело вернуть обратно. Вы можете обратить внимание в тетрадях, у нас обычно по семь, по восемь заданий мы выполняем. Если у стеши меньше, значит, где-то на какое-то задание у нее больше уходит времени. То есть нам не нужно количество, нам нужно качество. Также показываем пособия, которые мы изготавливаем для детей, чтобы какие-то пособия, может быть, они сделали дома и продолжали дома заниматься. Даже играем, есть мягкие игрушки, положить на окно, на стул, даже дома вот так, с малышкой, когда выигрываете свои, можете также использовать. Потому что немножко путает под, за, из-за, вот такие вот пространные. Она заметила, да, она вчера шла в школу и сказала, я спряталась под машиной. Я говорю, ты же спряталась за машиной. Она говорит, я спряталась под машиной. Да, да, вот так. Главная награда в моей профессии – это положительная динамика в развитии моих детей. И то, что я получаю от них заряд энергии. Радуюсь вместе с родителями, как они развиваются, каких успехов они достигают. Так как этим детям дается все намного тяжелее, чем обычным деткам, и это вдвойне гордость вызывает, что дети справляются. Ежедневный колоссальный труд подготовки к различным мероприятиям, к открытым занятиям, к открытым урокам. Детки молодцы. Они стараются, очень терпеливые. Им очень нравится участвовать во всех этих мероприятиях. И когда я вижу на сцене, либо в театральных постановках, улыбки и счастья своих детей, я понимаю, что я все делаю правильно. Я верю в успех своих детей. Ура! Я знаю, что они всего добьются. Эти ребята закончат школу. И к нам вновь придут детки с особенностями. И каждый из них – это для меня своеобразный вызов. Но я готова справиться с этим вызовом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова